Здравствуйте, я хотел бы заказать, вот. Хорошо, мне нужно три дня. А какая-то предоплата требуется? 30 тысяч. Хорошо, только у меня есть одно пожелание. Я хочу, чтобы это был автомат. Здесь механики не бывает. Диски 20 дюймов. Да, и адаптивный круиз-контроль тоже, чтобы был, пожалуйста. Слушай, а почему сам не закажешь? Да я не люблю все это. Там как-то все сложно и... Да брось, все просто. Давай я тебе научу. Заходишь на сайт, выбираешь модель, цвет, комплектацию. Указываешь дилерский центр, в котором хочешь забрать машину. Выбираешь способ оплаты, сразу или в кредит. Если в кредит, то уже после праздников. Электронной подписью подписываешь договор. Вносишь предоплату и через несколько дней автомобиль доставляется в дилерский центр. Тебе остается только доплатить оставшуюся сумму и можешь забирать готовенькую машину. И все? Конечно. Спасибо большое вам. Спасибо. Слушайте, а у меня есть еще один заказ. Четыре сыра. Это возможно? Поехали. Сережа Матвиенко, мы можем позвонить? Запрещенный прием. Пожалуйста, я вообще забыл, кто у меня там есть. Не надо ворошить. Знает ли Павел Воля? Что ж, не хочу ему просто звонить. Насправление каково? Насправление! Во! Всем привет, друзья. Я Антон Шастун, это шоу Контакты. Сегодня у нас праздничный выпуск. Уже завтра Новый год. А на Новый год мечты должны сбываться. Сегодня у меня в гостях Арсений Попов. Здорово! Ё-моё! Так, ну что, Арс, сложно сказать без мата, как люди хотели, чтобы ты сюда пришел. Кто это? Паровоз? Кто это? Пуля? Нет, это Супермен! Арс, смотри, ты знаешь правила шоу? Да, конечно. Я, знаешь что? Я в обычной жизни тебе бы об этом никогда не сказал, но я вот тот человек, который вот, как только выходит выпуск, я вот сразу плюс один просмотр. Смотри, на всякий случай, я тебе напомню, я тебе буду задавать вопросы, вопросы всего. Подожди, ты заберешь у меня телефон. Я заберу у тебя телефон. Я напомню, что мой телефон только один раз в жизни был в руках чужого человека. Когда? Не в моих. И там, по-моему, все закончилось с судебным разбирательством. Это когда? Расскажи. Это вранье, но я, в смысле, могу за него убить. Смотри, я заберу у тебя телефон и буду задавать тебе вопросы. Вопросов всего будет пять. Не имеет никакого значения, знаешь ли ты правильный ответ. Важно, чтобы правильный ответ знали люди из твоей телефонной книги. Мы будем звонить, задавать вопросы на разговор с человеком, у тебя 60 секунд. Если ты получаешь правильный ответ, мы двигаемся к следующему вопросу. Но, если тебе дают неправильный ответ, ты теряешь 10 секунд, и мы по этому же вопросу звоним еще раз. Получается, если время закончилось, то ты проиграл. А если ты получил пять правильных ответов, то ты победил и получил замечательный приз. А 60 секунд это очень много, можно автомобиль угнать. Конечно. Вот такие фильмы я смотрю. Поехали! Привет, Николас! Ну что, Арс, готов? Поехали! Первый вопрос... Первый вопрос... Я убедился, что он первый. Первый вопрос звучит так. Отгадай детскую загадку. Все худело и худело, неужели заболело? Солнце ласково печет, из нее слеза течет. Это потому, что я из Питера? Такой вопрос мне, да? Да. Или это ты потому, что знаешь, как... Веди там свое шоу! Знает ли Наташа Аврусевич? Кто такая Наташа Аврусевич? Это моя знакомая. Это твоя знакомая. Знакомая. Она работает в автосалоне. Автосалоне. В автосалоне. Не будем называть. И я когда-нибудь мечтаю накопить денег, чтобы... Давай, Арс, давай сделаем небольшую паузу. Смотри, Арс, все же знают, что ты максимально скрытный человек. Максимально скрытный. Никто о тебе ничего не знает. Да все это знают. Это вы. Это три человека вы. А даже если кто-то что-то знает, это точно вранье, скорее всего. То есть очень много слухов. У тебя есть машина? Да. Какая у тебя машина? Я не разбираюсь, Марк. Все, я тебя услышал, Арс, я понял. Знает ли Наташа ответ на этот вопрос? Как ты думаешь? Ты давно с ней общался? Слушай, я не уверен, что она поймет, кто ей вообще звонит. А, потому что ты у нее не один. Во-первых, точно не один. А во-вторых, это, знаешь, это телефон, который я записал, чтобы не забыть, кто это мне перезвонит. А мне это все и не пригодилось. Я ей, конечно, хочу передать привет и все там дела. Я уверен, что там есть более интересные люди. Давай-ка их найдем. Знает ли Катя Исакова агент Топольницкой? Это агент Топольницкой. Это киноагент Топольницкой. Киноагент. Зачем тебе киноагент Топольницкой? Дело в том, что я актер. Актер, конечно. Об этом никогда нельзя забывать. Я вам не дам об этом забыть. Вот. И мне казалось, что я должен сниматься в кино. И мне казалось, что нужно найти успешного человека в своем окружении. Я же не могу позвонить Козловскому и сказать, Данил, Дань, Данька, Данька, а кто там у тебя агент? Можно я ему позвоню, если что, тебе роль не подойдет по деньгам. А Топольницкой ты так можешь сказать, правильно? Топольницкой я могу так сказать, да, потому что мы с ней знакомы на коротке. И она мне как-то... По пьяни нельзя же говорить. Можно. Как-то на веселе. В приватной беседе. В приватной беседе, да. Дала ее номер. Я записал. Но ничего не срослось. Ни разу. Может, поэтому и не срослось. А что я позвоню? Скажу, сними меня в кино. Ну, стань моим агентом. А я ее видел в жизни. Арс, ты есть на кинопоиске? Благодаря шоу-импровизации теперь да. Мы же там все теперь есть. А как кино? Как кино еще, наверное, нет. Ни одного на кинопоиске, блин. Давай так. Ты знаешь ответ на этот вопрос? Ну, я бы предположил. Ну, так вот, сто процентов. Сто процентов. Ни в чем нельзя быть уверен. Знаешь, как у меня говорил шеф? Мой мастер по актерскому мастерству. А ты называешь его шеф? Слушай, так почему-то повелось. Мы его называли шеф. Я когда пришел в театр... Он вас, блядь, подвозил по домам? Да-да-да. Шеф. Дай такси на Дубровке. Шеф. Да-да-да-да-кинь. Его почему-то все так называли. Ну, знаешь, а как мне человека представляют, я так его и называю. То есть, если тебе говорят, вот смотри, это Аркадий Аркадьевич. И ты к нему говоришь, Аркадий Аркадьевич, здрасте. Ему говорят, а вот это Арсений. Ты ему говоришь, Арсений, здрасте. Не надо бы ничего выдумывать. Вот если тебе говорят, вот это Сеня, ты его так и называй. Не надо путать. Не надо Аркадий Аркадьевич как-то по-другому называть. Это же так просто. Говорят, шеф. 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 Все, ничего не мудрить. Сеня его называют шеф. Новогодняя передача. Новогодняя. Давай дух Рождества. Знает ли Алексей Улей? Не надо ворошить. Знает? Кто это? Во-первых, знаешь что? Я смело могу сказать, что Леха мой врач. Он твой врач. Он мой врач. Это прям, ты можешь сказать всем. Могу смело сказать. Могу смело сказать. Я болею. Я болею. Нет, вообще мы с Лехой познакомились, когда я работал в ночном клубе. Он работал на фейс-контроль. Стремный клуб. Клуб назывался Улей. Это стремный клуб в Питере. Наверное, вот знаешь, есть рейтинг. Если вот писать текст, смс, знаешь, ты крупными буквами пишешь. Самый стремный клуб в Питере. Это где можно забеременеть, дотронуться до стены, да? Давай я всю эту историю расскажу. Давай, конечно. Я переехал в Питер и работал актером. Мне позов запретил говорить слово «служил». Он сейчас всегда стебет эту фразу. Я работал актером. Работал актером. И очень сильно не хватало денег. Но я мог же днем работать актером, а ночью я работать мог хоть кем. И чтобы не идти совсем вниз по социальной лестнице, я пойду работать ведущим в клубе. Я сделал очень просто. Я открыл в своей съемной квартире газету «Из рук в руки». Как-то она называлась там. Бесплатных объявлений. А это было в 92-м году, как вы понимаете. Это было очень сильно давно, да. Я смотрю, ночной клуб Улей ищет на работу официанток. Я подумал, надо звонить. А я абсолютно не вру. Я набрал номер. Говорю, здрасте, а вам ведущие не нужны? А он говорит, а вы ведущие? А ты до этого вел что-то хотя бы? Да-да-да, я когда жил в Омске, я там у меня был опыт. Он говорит, а вы ведущие? Я говорю, да, а вы нужны. И все, говорит, приезжайте в пятницу, проведете мероприятие. Клуб не прикольный, но я там очень многому научился, со многими познакомился. В том числе познакомился с фейс-контрольщиком Леха. Леша Дроздов. Он вообще тогда был студентом. Вот сейчас он выучился на врача. Он, кстати, врач-нарколог. Я к нему поспеци... Да-да, я когда говорю, мой врач... Каждый должен иметь врача-нарколога, если что. У всех же есть врач-нарколог. Вот в черном пуховике у метро, который вас встречает, врач-нарколог. Вот, но он, знаешь как, мне кажется, вот как Димка Позов. Мы же знаем, что он стоматолог, но мы к нему не бежим именно по зубам. Мы ему задаем любые вопросы. Абсолютно любые. Вот я Лёху тоже звоню, говорю, Лёх, что-то у меня тут першит. Ну, к такому... Мы к Позову даже не ходим. Давно употребляли? Что-то першит, ну ты не так много забиваешь. Вот, он мне какие-то... Вот, он мне говорит какие-то там советы. Ну, минимально. Вот ты маме бы позвонишь, мам, что-то у меня балетуха. Она говорит, выпей там, иди поспи. Вот он тоже самое у меня говорит. Вот. О чём мы, почему мы про него заговорили? А, знает... Да, он знает. У него есть ребёнок. И мне просто было бы приятно ему позвонить. Просто... Смотри, Арс, ты выбираешь, кому звонить. Если ты уверен, что Алексей Улей значит ответ на этот вопрос, мы ему звоним. Мы должны просто получить... Арс, сегодня новогодний выпуск. Нужно, чтобы ты поставил рекорд. Давай, давай. Никто никогда не проходил все пять вопросов, чтобы все пять правильные были. Давай, давай. Давай, давай. Ну что, мы звоним Алексею Улью. Алексей Улей. Алексей Улей. У нас 60 секунд. Так, а я на громко, да? Конечно. Савтра Новый год. Смути его сразу. Лёха, привет. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, ты помнишь, у меня одна машина пострадала, потому что на неё зимой кое-что упало с крыши? Лёш, что упало на мою машину? Что её убило, мою машину? Что убило очень много людей зимой в Санкт-Петербурге, потому что падает с крыши и никто не убирает? Мне надо сказать, настоящая... Да-да-да, Лёш, скажи настоящая. Ты чего? Лёш! Ну, а если... Лёш, а если это вот, знаешь, ребёнок говорит, как в загадке. Всё худело и худело, неужели заболело, солнце ласково печёт, из неё слеза течёт. Лёш, давай быстрее, у тебя осталось 10 секунд. Косулька! Лёш, с наступающим тебя Новым годом! Ты красавчик! Ты вообще очень хороший человек. Спасибо. Тебя тоже. Всем привет. Я не знаю, правильно ли это ответ. А почему Алексею 12? У него такой голос? Да. Он же нарколог. Алё! Алё, Арсений! Да! Арс, ну это... Это был запрещённый приём! А, да? Конечно! Нет, ну так можно в целом. Главное, чтобы искали правильный ответ. Ну да! Ну что, Алексей Улей ответил тебе, что это сосулька. И это абсолютно правильный ответ. Конечно же! Мы переходим к второму вопросу. Второй вопрос звучит так. Что согласно песне из кинофильма Ирония судьбы не случится, если у вас нет собаки? Ну, там кто-то начал пропевать. Слышишь? В зале. Ты сам знаешь ответ на этот вопрос? Я могу только предполагать. Только предполагай. Знает ли Маша Бендыч? О! Легендарный человек! У меня есть у тебя телефон? Есть у тебя телефон! Слушайте, у меня есть правило. Я не записываю номера телефонов девушек, своих друзей. Давай для начала расскажем, кто такая Маша Бендыч? Ну, видишь, что я удивлён, что её номер записан? Это девушка одного моего друга. Одного твоего друга? Да. А, я, кстати, знаю. Они расстались, поэтому я её записал. Не является ли это следствием? Ну, то есть, не потому, что ты её записал, а не расстался? Алё, Сеяна Шмотовенко, слушай, вы с Бендыч расстались? Я её запишу. Знаешь, что... Не, алло, Серёжа, я тут Машу записал. Можете расстаться? А вы не срастили ещё кто это? Я столько всего срастили. Вообще, на самом деле, надо сказать, что это дочь великого... Кто? Извините. Это дочь великого русского художника. У неё папа художник. Он живёт в Санкт-Петербурге. Из фактов всё. Да, это его дочь. Это его дочь. Как ты думаешь, знает она ответит на этот вопрос? Я могу ей подсказать. Это как интересно? Ну, я загадаю её шараду. Какую нахуй шараду? Ну, я скажу, алё, Маш, привет! Если сложить три буквы ОТР и ВИТ, и поставить между ними какую-нибудь букву, что получится? Это не шарада, это подсказка для дебила какая-то шарада. Тогда не будем ей звонить из уважения. Знает ли... Пожалуйста, я вообще забыл, кто у меня там есть. Знает ли Валентин Блох? Есть ощущение, что недописанная фамилия? Кто такой Валентин Блох? Валентин Блох очень хороший, я даже думаю, что он известный в России фотограф. Он фотограф, который сделал очень много мне крутых фотографий. Вы можете зайти в Инстаграм Арсения С. Попов, посмотреть. Все, которые вам понравятся, сделал он. Наверное. Это человек, который я хотел записать. Валентин 37 Блох. Действительно забавно. Арс, знает ли ответ Валентин Блох ответ на этот вопрос? Давай позвоним ему просто и узнаем. Он точно знает. Смотри, мы звоним. Ну давай так, он старый. Сколько ему лет? Ну, давай так, он достаточно старый, чтобы смотреть это кино. Это же из фильма Ирония судьбы и сухим паром. Как и заявлено в вопросе. А, ну вот. Звоним. Давай. Мы звоним Валентину Блоху. Валентин Блох. Валентин Блох. У нас 50 секунд. Ой, 60 секунд. Ты же не ошибся. Мы можем угнать тачку. Есть полезные дела. Если на сути, если там вырежут. Валентин, привет. Привет, дорогой. Да, слушай. Да, все ли у тебя хорошо? Все замечательно, спасибо. Как ты? Я тоже норм. Скажи, Валь, а ты смотрел фильм Ирония судьбы или с легким паром? А ты помнишь, там такая песня была если у вас там нету тети там то-то-то-то если у вас нету дома то его там никто-то там он не сгорит. Помнишь, что там должно было быть с собакой что не сделает с ней сосед? Если у вас нет собаки ее не сосед не отравит. Мне тоже кажется, что это очень хороший вариант. Валентин, я посмотрю в своем графике, когда мы запишемся на фотосессию. Если хочешь, я всю импровизацию подтяну. Это великолепно. А когда ты хочешь и что? И для чего? Просто для... Ну как? Я люблю фотографироваться. А ты классный фотограф. А в Питере, в Москве? Вообще где угодно. Пока! Ну, 60 секунд. Итак, Валентин Блох сказал тебе отравит. Отравит он сказал? Отравит. Ну, я не несу ответственности за свои контакты. Арс, нельзя так подсказывать. Почему? Ну, жестко. Ты половину ответа ему сказал. Подожди, ты же написал, что не случится с собакой? Ну? Ну, искренне... Ну? Что он должен был сказать на этот вопрос? Ее не отравит. Кто? А, это тоже вопрос. Да хоть кто? Что тоже вопрос? Сосед. Я думаю, что вопрос в отраве. Что не случится? Ну, и вопросы соседей тоже. Ее не отравят, самое главное. Ну, кто не отравит? Слушай, ну, пришли полицейские, видят труп собаки. Они не сразу не начинают разгадывать, а кто это сделал, а при каких обстоятельствах. Вначале что? Мертва, отравлена, а потом ищут кто. Ну, нам вот до кто? Надо же еще понять, что с ней случилось. Не отравят. Ладно, хрен с тобой. Не отравят. Это абсолютно правильный ответ. Да, не отравят. Вот и все. Вот и все. Ты за меня? Ты за меня? Арс, ты прошел два вопроса, не потерял ни секунды времени. Очень читерски ты это делал. Я постараюсь не читерски, простите. Вообще не делай так. Да, вот, видишь, я тебе говорю, скажи, что не делай. Вот нельзя так делать, нельзя подсказывать в лоб, надо играть честно, чтобы мы честно проверили твой контакт. И мы переходим к третьему вопросу. И третий вопрос звучит так. С какой фразой... Антон! Прощение, прошу. Секунда. Батарейки сели в камеру. Я же буквально минуточку поменяю, все, все продолжим. Да поменяй, конечно. Так, батарейки. Батарейки, где батарейки эти дел? Не вот эти? О, спасибо. Только ни в коем случае не успел. Че не тряси, а что? Ты не тряси, чем попало, сейчас увидишь. Так, а как он? Да, а как, а как? Просто котики так привыкли к звуку тряски упаковки Дримис, что услышав звук тряски любого другого предмета, они бегут как сумасшедшие, думая, что это лакомство. К счастью, у меня тут что-то было. Сейчас, вот он. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Их можно понять, ведь Дримис это вкусное и полезное лакомство, которое помогает порадовать своего питомца и выразить свою любовь. Ну все, беги, беги, давай. Ну что, Антон, давай продолжать? Да погоди, кстати, раз уж Новый год, это тебе, с наступающим. Вот это спасибо, Антон, это приятно, приятно, конечно, только не тряси, чем попало. Понял. Мы переходим к третьему вопросу, третий вопрос звучит так. С какой фразой Санта-Клаус упал в обморок в новогодней рекламе ММДемс? Знает ли Евгений Бровкин? О, мне кажется, даже я знаю, кто такой Евгений Бровкин. Кто? Это не ведущий радио, бывший, и он не спать снимался. Знаешь, я вообще вот сейчас поймал себя на мысли, что я очень редко прямо, знаешь, ищу вот так вот какой-то контакт, его потом набираю, то есть, ну, где-то есть... я просто редко звоню. А еще есть одна опасность. Ну? Я у тебя в телефоне как записан? Ты же в конце скажешь, как мы запишем Арсения по-другому? Конечно. Ты у меня записан Арс. А буду записан как-нибудь по-дурацки? Блин, ребят, пожалуйста, если вы сильно хотели, чтобы я пришел в это шоу, напишите под этим видео Антоха, оставь, чтобы был Арс. Или там все-таки Арс. То-то они и написали, блядь. Нет? Ну, кто-то же есть там хороший. Ну, Арс, хорошо же звучит, коротко, на первую букву. Как это, знаете, как экстренная служба, как СОС, только Арс. Ты открываешь записную книжку и там первый Арс написан. Вот после этого они точно Арс записаны. Знает ли Дима Бурза? Дима Бурза. Ребята, это фотограф. Дима Бурза. Знаете что? Сколько у тебя здесь фотографов? Слушай, видимо, два. Знает ли Кристина Варватас? Нафиг я ее записал. Варватас. Варватас в мою жизнь. Дальше. Вычеркиваем, вырезаем к чертям. Этот момент из всей блядь нахуй заебали. Подождите. Передачи! Нахер я ее записал. Я ее ни разу в жизни больше не увидел. Это продавец магазина одного дорогого. И я что-то подошел и, знаешь, на чистом сливочном масле сударин, здрасте, а можно там ваш телефончик? Она мне зачем-то глупая дает? Где вот эта школа истинных леди? Надо отшить кавалера. Она дал телефон, я при ней записал, просто забыл удалить сразу. Знает ли Катя Варнава? А до этого кто был? Кристина Варватас. Катя Варнава? Слушай, ну прикольно было бы ей позвонить. А к тому же она когда была на твоей передаче звонила мне. Да. Вот. Но мне знаешь, что кажется? Чего? Что вот это вот Алла Верды звезд друг другу. А мне кажется, я звезда. Мне кажется, это ни к чему. Ни к чему. Ни к чему. К тому же я точно знаю, что она сейчас за городом в другом городе. У нее, возможно, роуминг. А она человек, который экономит деньги, правильно? Нет, нет, пожалей мои исходящие. Я думаю, у нее входящие безпадки. Знает ли Миша Весельчак? Почему ты так записал людей? Весельчак. Слушай, не хочу ему просто звонить. Кто это? Твой знакомый? Да. Который очень веселится. Да. Мочит приколы. Да. Я боюсь, мы проржем эту минуту, а он в конце скажет, Арс, я так и не понял, что звонил, все, пока. А он такой Весельчак? Я думаю. Не будем звонить. Не надо. Знает ли Павел Воля? А ему кто-нибудь звонил здесь находясь? Нет, никто не звонил. Я думаю, что он не возьмет трубку, давай звонить ему. Звонить? Он сейчас наверняка на каком-нибудь проекте снимается. Конечно. Мы его прервем, скажут, стоп, моторы! У Паши телефон. У Паши телефон. Давай позвоним. Подожди, если мы ему дозвонимся, то пошел очень время, если не дозвонились, ничего страшного. Да, ничего страшного. Конечно, надо звонить. Мы звоним Павлу Воле. У нас 60 секунд. Так, ну, Арс, надо выбирать номер. У Павла Алексеевича как всегда. Алло, Паш, это Арсений, привет. Ну, наконец, наконец, хоть какой-то понятный пол. Паш, ну, во-первых, с наступающим Новым Годом тебя, а во-вторых, скажи мне, пожалуйста, с какой фразой Санта-Клаус? Ну, Паш, ну, ты же меня перебиваешь все время. С какой фразой? С какой фразой Санта-Клаус упал в обморок в новогодней рекламе МНДМС? Я тебе, если ты знаешь английский, то ты можешь сделать перевод слова they're и слово real. Как переводится с английского they? Паш, ну, пожалуйста, у тебя 7 секунд осталось. Ну, скажи ты мне эту фразу. Правда? 3 секунды, говори. Они, они настоящие. Паш, ну, на последних секундах все нервы мне выпил. У меня седые волосы. спасибо тебе большое не просто с наступающим, с наступающим тебя, твоих детей, Софию, Роберта, с наступающим... передачи, они все накаживают на тебя. Беги от них. Все, Паш, понял, бегу. Ну, зачет. Ну, успел на последних издыханиях. Я не знаю, правда ли, правильно ли это. Арс, ну, на последнем... Я на победу иду. На победу идешь. Или, подождите, или чем, подождите, давайте разберемся. Давайте разберемся. Давайте разберемся. Ты подарок вручаешь за победу? Вручаю. Правилами мне запрещено разговаривать с знакомым человеком на понятном нам языке. Не запрещено. Я не произнес там, сосед слово не сказал? Не было такого? Не было такого. А на другой чаше весов Паша, который... Я не знай! Ну, ты понимаешь? Арс, я тебя прекрасно понимаю. Он максимально отзывчивый человек. Максимально умный. Но вот он минуту поиграет со мной в кошки-мышки и на последней секунде скажет ответ. А если он не успеет? У него же нет секундомера, как у меня перед глазами. Паша Воля ответил тебе. Они настоящие. И это абсолютно правильный ответ. Конечно же! Арс, по-читерски, по-прежнему по-читерски. Прекращай говорить это слово. Но пройдены. Три вопроса пройдены. Ни секунды не потеряны. Переходим к четвертому вопросу. Четвертый вопрос звучит так. Колбаса, яйца, огурцы, морковь, горошек, майонез. Какого еще ингредиента не хватает для классического оливье? Ну, ты, естественно, сразу знаешь. Вот секунду, да. Секунду. Давай просто секунду. Я хочу понять логику задающего вопроса. Ты же знаешь, что в классическом оливье я сейчас назову как минимум два ингредиента, которых ты тут здесь не назвал. Например? Ну, например, раковые шейки и красная икра. Оливье французский. Да. Да. Ты говоришь про наш советский оливье. Давай мы исправим. Какого еще ингредиента не хватает для обычного среднестатистического российского оливье, который каждый россиян ест в годнюю ночь? Вот сейчас, чтобы быть читером, мне надо еще раз услышать вопрос. А вот хуй там плавает. Давай на память, блядь. Подождите. Сейчас сиди в неведе. Да давайте отцу моему позвоним. Отцу? Если даже на ответ ответа на вопрос не существует, он придумает. У меня отец очень умный человек. И казалось бы, да, будучи его ребенком, ты можешь в любой момент подойти и сказать, пап, а вот это, что такое? И он тебе отвечает. Он никогда так не делал. Он, знаешь, он всегда отвечал, посмотри в словаре. То есть, я думаю, откуда ты такой, конечно? Это лайфхак для всех людей, кто хочет казаться умным. Говорите, посмотри в словаре вместо слова не знаю и будет кайф. Ну что, папе, ты хочешь позвонить папе? Ну мне кажется, перед Новым годом надо им позвонить. Ну давай, и как хочешь. Тебя, кстати, прикольнет, как он у меня записан. Прям прикольнет. Но если ты сейчас введешь в поисковике папа, там нет этого. Если ты введешь Сергей Александрович, там нет этого. Но если ты напишешь Дон... раз я не сомневался, что ты в Омске в детстве целовал перстень на кухне, чтобы поужинать. А он сейчас сидит замотанный пледом. Сынок, трудные времена, раковые шейки трудно найти. Я же знаком с твоим папой. Ты целовал ему руку? Просто перед нами, предновогодняя, мне, конечно, надо разогласить, на семейный праздник. У твоего папы, у папы Арсения, очень большая коллекция, значит, во-первых, колюще-режущего оружия, сабли. Прикол! Ты об этом решил рассказать всем? Зарегистрированного? Нет, ну крутейшие там сабли и головные уборы. Эти шапки, каски какие-то. Я вообще так понимаю, что склонность к коллекционированию в нем присутствует. Звоним. Да-да-да, ну не возьмет, не возьмет. Мама ответит. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, я прочитаю вопрос. Прочитай. Ну, типа, никто не вспомнит про, а может быть вспомнит. Окей. Мы звоним... Мы звоним отцу Арсению. Я звоню отцу. Мы звоним Дону. У нас 60 секунд. Блин, если он не возьмет. Я же... Каждый день живет в Омске, сколько там времени? О, скинул. О, пришел, прислал смс, иди в жопу. Посмотри в словаре, блин. Так, а могу я ему отправить смс? Какую? Нет. Мне надо уведомить о том, что я ему буду звонить. Смотри, по правилам нет, но если у вас в семье так принято... Да, я посчитаю, сколько времени. Блин, ну он же, наверное, прям спит. Он прям... Сколько времени в Омске? Уже 12 ночи. Ну, уже 12 ночи. Ну, если спит, давай не будем, конечно. Блин. А я просто ему передам привет, да? Конечно. Пап, ты точно знаешь ответ на этот вопрос, а я сейчас буду мучиться, потеть и искать его среди своих среднестатистических в плане IQ друзей. Кроме Сережи Матвиенко. Сереже Матвиенко мы можем позвонить? Да, конечно, нет. Нет, вот он сидит. Знает ли Юля Громов? Юля Громов. Слушай, это вот тоже из давнего-давнего прошлого. Это арт-директор одного ночного клуба, в котором я работал. В Питере. Это уже чуть круче, чем Улей. Клуб Громов. Клуб Громов. Вот. Кстати, не она лично, но этот клуб до сих пор мне торчит за новогоднюю ночь гонорар. Как это называется? Клуб Громов реально называется? Да, не предоплату, не остаток, а прям гонорар за новогоднюю ночь. Громов. Сколько? Сколько торчит? Да у кого я спросил. Громов, короче. Вы должны вернуть Арсению деньги до... Когда ты вел ту новогоднюю ночь? Хоть когда. Хоть когда. Хоть когда. Верните Арсению бабки хоть когда. Нет, просто я уверен, что там случились какие-то сложности в этом клубе, ну иначе почему они не платят деньги, да? И я допускаю, что они... Вряд ли ты плохо отработал, это точно не так. Это точно не так, точно. Они наверняка не заплатили не только мне за ту новогоднюю ночь или там за тот период. Но, знаете как, из мужицкого уважения к самому себе, я сейчас обращаюсь к человеку, который должен заплатить, ну может быть всем не надо, но ведь я как-то выделяю среди этих всех, я вам напомнил об этом. Знает ли Галина? Просто Галина? Галина! Без объяснения? Без объяснения причин. Галина. Галина, это может быть костюмер новшего театра, это может быть наш бывший пиар-менеджер. Галина, это может быть как-то, идейный вдохновитель кубиков для супа. кстати, Галина, в переводе на русский язык это курица. Ты не подписываешь, когда знаешь, типа там внутри пишут водитель, что-нибудь такое. Галина. Ага, понятно. Идем дальше. Серьезно, там что-то? Ну, что-то есть. Просто набор цифр. Обожаю, когда что-то, что нельзя говорить, но классно. Шеф, подожди, из-под тонны грима мое покраснение прошло. Знает ли Дмитрий Галкин? Это, кстати, тоже мой зубной врач. Но дело в том, что ты фоткаешься и, блядь, болеешь зубами. Нет, я объясню. Дело в том, что он... Ты всегда на фотках... Я понял, почему у тебя такое томное лицо. Ты всегда на фотках с зубной болью, блядь. Да-да-да. Знает ли Стас Демин? Стас Демин. Это тоже актер. Давай не будем его теребить. Хороший актер. Да? Где он снимался? Да нигде. А, ну нет, я могу вспомнить. Ну как и нигде? Нет, я имею в виду, что он снимался в сериале, например, «Канцелярская крыса». Дай угадаю канал. Ну вот, я имею в виду... Понимаешь, у нас в Петербурге очень много актеров, которые снимают... Дай угадаю канал. Мы что-то как-то там не доходим до Мосфильма. Короче, хороший актер. Давайте так. Верьте мне на слово. Тебе перезванивает Дон. Можно поговорить в зачет? Да, конечно. 60 секунд. Конечно, ты чего? Дромкая связь. Пап, привет. Привет. Прости, что поздно звонил. Пап, слушай вопрос. Салат Оливье. Там есть ингредиенты. Я тебе сейчас их перечислю. Колбаса, яйца, огурцы, морковь, горошек, майонез. Я один ингредиент не назвал. Какой? Для классического, ну, советского Оливье, не французского, советского. Мама спит. Пап, ну, срочно надо. У тебя 30 секунд. Я понимаю, что ты отдыхаешь. Может быть, ты другую загадку разгадаешь. Сидит дед, вас тушу подет. Нет капусты, нет правильный час, сыра, нет правильный. Нет. Картошка может. Парайдерная. Да? Да? Пап, да? Даже я не знал, видишь, а ты знаешь. Спасибо тебе большое. С наступающим тебя Новым Годом. Обнимаю. Скоро приеду, кстати. Давай, давай. Пойдем. Круто. Я забыл про нее совсем, а он сказал. Вы уже это услышали? Папа, ответил тебе картошка. Он сказал, может быть. Он сказал, картошка. Ну, да. А ты его наводил на... Я просто не знаю, я не знаю, как загадать картошку. Какая загадка про картошку есть? Я начну говорить про девицу в темнице, а он скажет, морковь, а сидит несколько девиц, а в неурожайный год они мелкие. Папа, ответил тебе картошка. Давай так. Это абсолютно правильный ответ. Конечно, это картошка. Так, Арс. Ну, круто. Ну, вообще, папа тебя спас. И мы переходим к последнему, пятому вопросу. И пятый вопрос звучит так. Так, так. Какое животное является символом 2021 года по восточному календарю? А снова папе нельзя позвонить? Нельзя. Он просто в апреле родился. Вдруг его это натолкнет на какую-то мысль. Знает ли ответ на этот вопрос Илья Соболев? Илья Соболев знает ответ на вопрос? Ну, он, наверное, знает, но он нам матом ответит. Понимаешь? Илья Соболев один из тех, кто проиграл. А, да, он проиграл? Да, он проиграл. Илюх, как так? Ну, он, наверное, несерьезно отнесся. Вообще, Илюха, я считаю, что очень талантливый дядька. Но, конечно, он уже, наверное, хулиган. Безматного слова, без крепкого словца и не ответит мне на вопрос. Но, Илюх, с наступающим тебя. Знает ли Эдгард Запашный? У меня есть телефон Эдгарда Запашного. Может, позвоним? Ну, как ты думаешь, знает ли он? Ну, у него... С другой стороны, по животным. По животным, казалось бы, да? Какое животное? Не, он, может быть, не скажет, что он серебряный. Но, хотя бы, он уже должен назвать. Нам же не надо цвет называть. Нет. Надо просто назвать, да? Да, просто назвать животное. Эдгард Запашный. Смотри, если ты уверен, ты ему хоть раз вообще в жизни звонил. Знаешь, почему я завис? Почему? Я придумаю, как, если что, ему подсказать. Ну, лучше я буду записан, как Арсений Читер, чем как-нибудь еще они тебе предложат. Эдгард Запашный, ты ему хоть раз звонил? Конечно, конечно. Он меня знает. Он знаешь, как отвечает на телефонный звонок? Ап! Ну, Арсений Попов, типа. А где ты с ним вообще пересекался? Ну, во-первых, он приходил к нам на передачу. Не, ну, это... А, он к нам переходил. А, подожди, есть же вот эта замечательная история, когда он в пилоте снимался. Не, 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 ее не надо вспоминать. Как-то не, давай вспомнил. Я уже к нам и приходил в уже текущий. Да, в текущий был, конечно. Во-вторых, ну, я смотрю КВН. А я когда вижу известных людей по телевизору, я с ними здоровый и смысл. В смысле, почему я заговорил про КВН? Потому что есть команда КВН московского цирка, да. А почему не хочешь историю с пилота рассказать? Замечательно. А как я раскребяю из-за пашного? Я расскажу. Хочешь, я расскажу? Ну, только расскажи ее хорошо. Расскажи ее хорошо. Мы снимаем пилот, самый первый пилот шоу-импровизация. Мы все, у нас в голове решается абсолютно судьба. Мы все хотим, чтобы все прошло просто идеально, очень хорошо. Пришел Эдгар Запашный в гости, сидит. Белый же вел, да? Да. Да, Руслан Белый еще вел наше шоу. И какой-то перерыв в съемках. Мы очень нервничаем, чтобы все прошло хорошо. Зал бодрят, чтобы зал был веселый, чтобы у нас все получалось. В итоге небольшой перерыв. Никто никуда не уходит. Мы сидим в декорации. Сидит Арсений, сидит Запашный. И Арсений говорит, Эдгар, скажите, А когда слон умирает, как его из цирка выносят? И после этого Запашный начинает два часа рассказывать, как слона... Не, 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 ну прекрати. Во-первых, я спросил, как хоронят. Как хоронят? Это важное уточнение. Вы читали, если маленького принца, вы видели, как удав съел слона. Я себе так же представляю гроб. После этого Запашный примерно час рассказывал, как слона пилят, и по кускам выносят. Зал вот так два часа сидел, слушал, а потом Белый говорит, ну, импровизируем дальше. Настроение каково? Настроение... Во! Шикарно было. Просто шикарно было. Играть меня и, блядь, потом. Да давай позвоним. Эдгард Запашный, ты уверен? Ну, давай так, у меня я не уверен, есть ли у меня там... Ты прошел, знаешь, по моему топ знаменитых людей. Варнава, Соболев, Запашный. Ну, если ты уверен, мы можем позвонить сразу. Ну да. Да? Мы звоним Эдгарду Запашному. Он не отдыхает еще? У нас 60 секунд. Эдгард, привет, это Арсений. Простите, какой Арсений? Арсений из шоу Импровизация. Шоу... Да, да, да. Эдгард, очень хорошо, что ты меня вспомнил. Скажи, пожалуйста, Эдгард, а какое животное является символом наступающего 2021 года? Бык. Эдгард, я даже не буду у тебя спрашивать, уверен ты или нет, потому что в вопросе животных ты самый эрудированный в России человек. Спасибо тебе большое. С наступающим Новым Годом тебя. А где я сейчас принимал участие? Ты принимал участие на YouTube-шоу на канале Шестуна Контакты. Контакты. Мы тебе всей нашей команды тоже передаем привет. С наступающим. Всего хорошего. Спасибо. Максимально любезный ты человек, конечно. А как? Мы первый раз звоним. Он говорит, Арсюх, здорово, чего, кого? Чего надо, проведу в цирк, все вот эти дела. А сейчас, извините, кто это? Очень важно, ребята, людям звонить, напоминать о себе. Потому что, а кто это? Не, ну он держит марку. Он, скорее всего, находится в ресторане. Смотрите, Попов звонит. Сейчас я его разыграю. А он сидит на шоу розыгрыша. Сейчас я его разыграю. Ну кто это? А у него там даже моя фотка, я в монокле сижу. Рядом с Пельшем и Арно сидит. У меня голова в пасте у тигра. Ну кто это? Слушай, а я не знаю правильно. Эдгард Запашный ответил тебе, что наступающий 2021 год по восточному календарю год быка. И это абсолютно правильный ответ. Да! Да! Ты видел этот тайминг? Ты видел этот тайминг? Это рекорд! I'm a single one. I'm a single one. Ты первый человек в истории шоу Контакты, который прошел все пять вопросов, не потеряв ни одной секундочки времени. И не потеряв лица. И не потеряв лица. Мы видели телефонный звонок Эдгару. Ты победил, и ты получаешь вот этот замечательный приз. Ура! Ап! Ап! Это как должен был взять трубку Эдгард Запаш? Вот. И давай, знаешь, как сделаем? Раз мы лишили, мы ведь лишили наших поклонников, наших телезрителей шоу-импровизации в новогоднюю ночь, мы поздравим из этой передачи. Конечно. Моя камера вот эта, а вот эта ты начинай. Уважаемые зрители канала Шостуна и передачи Контакты, уважаемые зрители и поклонники шоу-импровизации, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Мы желаем, чтобы в следующем году мы вас только радовали нашими выступлениями и нашими эфирами. И самое главное, чтобы в следующем году у вас в телефонной книге появилось побольше контактов, из которых вы будете брать трубку. Будете хотеть брать трубку. Вот так. Все, я подвязал, сказал. Все, как хотел. Я думал, ты в конце скажешь, мы уберем вращающуюся комнату. Друзья, и самое главное, пишите в комментариях, как бы вы записали в свою телефонную книгу Арсения Попова. Я найду самые залайканные комменты, именно так Арса запишу в свой телефон. И, конечно, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. С наступающим Новым годом, всем! Пока-пока! Ура! Спасибо тебе, Арс! Спасибо! Спасибо!